Более 100 участников, 20 вопросов, внимательное жюри. Молодые сотрудники Забайкальской железной дороги собрались, чтобы проверить свои навыки работы в команде, определить сильнейших, да и просто провести время с пользой. Своя игра «Что, где, когда» требует упорной подготовки и обширных знаний во всех направлениях. Отличается она тем, что это спортивная версия «Что, где, когда». То есть по телевизору мы видим то, что играет одна команда против телезрителей, а здесь играют 16 команд, сегодня 18 команд. Против друг друга они выступают. Их главная задача – дать большее количество ответов, чем каким-либо другим командам. Цель регионального этапа игры – выявить победителей и отправить знатоков уже на финал в Москву. Там команды со всей России будут соперничать за право получить настоящую «Хрустальную сову». Забайкальские ребята уже привозили на малую родину такую награду. И сейчас есть возможность повторить триумф. Ежегодно у нас количество участников увеличивается, и это очень отрадно. Почему? Потому что наша компания «РЖД» понимает, что молодежи нужно называться не только в производственной сфере, но и в том числе в интеллектуальной. Среди рабочей молодежи интеллектуальная игра уже завоевала статус традиционной. Появилось более 30 команд по всему Забайкалью. Такие мероприятия дают эмоциональную разрядку, отдых от рабочих будней и, самое главное, новые и полезные знакомства. На этот раз в лидеры вышли две команды. Знатоки из Читы набрали 18 правильных ответов из 20. Конечно, это было сложно, чтобы, скажем так, команда большая, и чтобы синхронизировать процессы, приходилось достаточно много играть, сыгрываться, чтобы понимать, как мыслит один человек от другого и настраиваться на общую волну. В финале и игроки из Борзи. Молодая команда показала отличный результат и готова идти дальше. Мы проводили свою игру у нас на регионе. Мы сами собрали, получается, отобрали для себя кадр, для своей команды. Мы когда увидели такое количество людей, у нас цель была попасть в десятку. Потом мы узнали, что у нас Борзинский регион. Две команды, у нас появилась цель хотя бы второе место. Ну и мы вообще не ожидали занять первое место по нашему региону и еще и третье по Читинскому региону. То есть это прям очень хороший результат был. В следующей игре за поездку в Москву будут сражаться четыре команды. До «Хрустальной совы» остается всего два шага. Виктор Соловьев, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ